День, который всегда будет откликаться в сердцах тех, кто искренне любит Родину. О важности единства в эти дни сказано немало. На самых разных площадках накануне страна отметила самый молодой, но, пожалуй, один из важнейших государственных праздников – День народного единства. И кульминацией торжеств стал масштабный форум в Минской арене «Мы – белорусы». 17 сентября 1939-го – это не просто дата, это день, положивший конец трагедии белорусской нации. Это символ стойкости наших предков. Почти два десятка лет наша страна была разорвана. В ее западной части поляки целенаправленно и жестко уничтожали все белорусское. Язык, традиции, веру мы выстояли. Но сегодня снова видим попытки западных соседей взять реваши. Мы, как никогда, осознаем единство – главные условия сохранения и жизни государства. Об этом накануне говорил наш президент. Сколько бы планету ни штормило, сколько бы нас ни провоцировали, мы, мирная нация, придерживаемся принципов добрососедства. Однако исторический опыт не прошел бесследно, в случае чего белорусы готовы за себя постоять. Ланка Орницкая в едином поры. Да, классно, очень замечательно, правда. Здесь, пожалуй, лучше всего ощущаешь, что объединяет многие поколения. Одни создавали, другие приумножали. Теперь бы сберечь. У Минск-арены лишь малое, чем может гордиться нация. А когда, если не в день, который лучше всего свидетельствуют? Вот так вместе мы, белорусы, чтим прошлое, на котором строим настоящее и будущее. Днем народного единства! Минск-арена зажигает в день народного единства не впервые. Это место для истинных патриотов. И стремятся сюда они со всей страны. Не потому, что надо. Скорее, по велению сердца. Праздник очень молодой, но он мощно ворвался в нашу культурную, историческую жизнь нашего народа. Действительно, только в единстве сила во всех отраслях, во всех направлениях. Нужно было давно его ввести в нашу повседневную жизнь, чтобы начать переосмысливать историю нашего государства, тех глубоких корнях, которые существуют у белорусского народа. Сердце в душе каждого белоруса должен быть. Сегодня, да, в цвет нашего флага родного. И, конечно, как мама двоих деток, я хочу пожелать нашей стране мира, добра, чтобы детки знали, что такое Родина. Это святое. Чтобы символы оставались истинными, правда, неоспоримой, а общество сплоченным, он и появился на свет. Праздник, что подсказан самой жизнью, с глубоким историческим значением и одновременно наполненный важными смыслами. Во имя будущего. Единство – это показатель успешности нации. Если единство есть, то нам все по плечу. Нам по плечу. И 1939 год нам по плечу. И война Великой Отечественной нам по плечу. И строительство нашего молодого государства. И, конечно, 1920 год. Если бы мы не сплотились, не консолидировались вокруг нашего лидера, все было бы очень плохо. Примеры мы видим за границей. Самое главное – не будет мироиспокойствия там, где нет согласия в обществе. Никогда. И это правда. Когда государство разобщено, когда есть конфликт внутри общества, на этом, как правило, играют враги перед любыми вызовами, угрозами. Мы показываем, что мы монолитная, сильная, единая нация, которая, если надо, будет плечом к плечу, станет на защиту нашей любимой страны. Это отправная точка для того, чтобы действительно понимать, насколько мы, белорусы, заслуживаем того, чтобы быть всегда едины, вместе и развиваться так, как мы хотим. Без оглядки на наших соседей, на их мнение, на то, что им это не нравится. В конце концов, они захватили когда-то нашу территорию, а не мы их. И поэтому нам тут очень стесняться нечего. Для нас это не пустой звук, а это важная веха для того, чтобы Беларусь продолжала двигаться вперед, процветала, развивалась. А для того по сторонам внимательно смотреть надо. Правда, геополитическая действительность сейчас не радует. Время глобального передела мира. Потому 17 сентября вместе с 9 мая и 3 июля просто обязан быть в календаре государственных праздников. Будто исторический завет. Воссоединились белорусские земли тогда, в 39-м. Вместе будем. И сегодня. Мы все-таки вернулись изначально к своим корням. Мы после распада Советского Союза как-то стеснялись, может быть, этой даты. Пытались быть толерантными. Все-таки это наши соседи. Мы, как молодая страна, выстраивали взаимоотношения с соседями. Но когда случился 20-й год, все стало на свои места. Я из города Гродно. Мой дедушка жил 97 лет. И очень рассказывал, как это было. Как ждали, что придет советская власть. Поэтому сегодня мы говорим правду народу. Белорусы живут сегодня по принципу сохранения мира. И то, что сказал наш президент, что мы любой ценой сохраним мир, это очень важно и очень дорогого стоит для нас, белорусы. Если на чистоту, быть порознь просто опасно. Особенно теперь. Впрочем, глядя на эту сплоченность, понимаешь, кому еще опасаться в пору. Но и хватку ослаблять рано. Президент предостерегает. Родину теряют те, кто не бережет историю и не делает выводов. Слишком много жаждущих реванша. Над нами, как и накануне Великой Отечественной, кружат сервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира. И хотелось бы сказать, что та же Польша оценила белорусское стремление жить в добрососедстве. Или вклад нашей страны в самую великую победу, победу над фашизмом. Увы, мир – ценность, которую слишком многие на Западе сегодня стремятся обесценить. Поляки, литовцы, латыши, украинцы должны понимать, Мы – самая миролюбивая нация на Земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями, Вагнера и так далее, мы не размахиваем и никому не угрожаем. Но вы же помните историю. Мы и тогда никому не угрожали, но нас стерли фактически с лица Земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль. В том, что мы чуть не потеряли Беларусь. На глазах у всего мира при его молчаливом согласии у белорусов пытались веками отнять веру, язык, традиции, идентичность и жизни. Но нация не поддалась гнету ни немецких бюргеров, ни польских панов. Помним, но не злопамятны, но и за слабость христианское милосердие лучше не принимать. Мы не агрессоры, это не наша политика. Но себя защищать мы обязаны. Сегодня белорусы сильнее, в том числе потому, что переосмыслили исторический опыт. Мы – наследники победителей, понимаем, на кону слишком многое. Никакой войны в современных условиях на территории не будет Беларуси, потому что это невозможно. И если, не дай бог, что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. Мы всегда хотели не разрушать, а создавать это стремление в наших генах. И кажется, так чувствует не только президент. Вся арена – это ведь тоже единство взглядов и позиций. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и мир на мире жить. И чтобы никто не воспринял наше миролюбие за слабость, я процитирую не какого-то иностранного философа, а нашего мудрого современника. Созидая, мы становимся сильнее. Наши люди знают не понаслышке, что доллары на хлеб не намажешь. Мы каждый год сеем, растим и убираем урожай. А результатом нашей работы – это большой каравай на столе. А за столом собирается большая семья, родные и близкие. Нас не надо убеждать в том, что сила народа, а также и сила семьи едины. Действительно, современная Беларусь – не просто очертание на карте. Это место, где живет независимый народ. Мы гордимся своими достижениями, культурой, традициями. Словом, есть что защищать и за что бороться. И кто же, если не мы? Новое время, новые герои. Верь в свое и не слушай чужое. Все начинается здесь и сейчас. Время пришло, время выбрало нас. Весь сюжет форума, по сути, построен на ценностях нации. Главный из которых – любовь к родине. И лучше, похоже, площадки для патриотической премьеры не сыщешь. А может, так родился гимн Дня народного единства? Песня созданная специально «Коню народного единства» впервые публично звучит на форуме. И несмотря на то, что люди ни разу ее не слышали, начинают подпевать буквально через несколько куплетов. Оно и неудивительно. Слова, понятные каждому делорусу. Что называется – самое сердце. Влада Корницкая, Дмитрий Буй и Александр Пылинский. Наши новости ОНТ. В чем философия нашего дня народного единства, историческая и современная? Почему сегодняшние идеологии формируются вокруг понятия справедливости? И как интегрировать нашу суверенную справедливость и справедливое к нам отношение в мировой порядок? Об этом и не только сегодня. В проекте «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура. Центральной темой станет речь президента на торжестве в Минск-Арене. Но минувшая неделя отметилась важными переговорами Александра Лукашенко. Так, Владимиру Путину глава государства пообещал, что готов минимизировать экспорт на внешние рынки, если России нужно будет нарастить внутреннее потребление. А в разговоре с послом Турции в Беларуси подчеркнул, Анкара решает вопросы так, как нужно турецкому народу. И президент Эрдоган в этом превзошел ожидания. Так какая внешняя политика справедлива для лидера любой страны? Смотрите проект «Пропаганда» сразу после нашего выпуска. Площадка, которая должна быть беспристрастной и способствовать миру во всем мире, оказалась в руках Запада и обслуживает его интересы. В ООН сегодня стартует главное событие года – неделя высокого уровня. Но прорывных и действительно важных решений от нее ожидать не приходится. В центре внимания прежде всего конфликт на Украине, который генсек Гутерриш назвал ключевым фактором в обострении геополитических разногласий. Он также призвал всех к компромиссу ради лучшего будущего, отметив, что это станет показателем силы, а не слабости сверхдержав. В этом году уровень участников не такой представительный. Из пяти постоянных членов Совбеза только США представлены на уровне президента. И этот визит, учитывая состояние Байдена, ничего особенного не сулит. Что касается Беларуси, нашу страну в Нью-Йорке представит министр иностранных дел Сергей Олейник. Делегация задействует трибуну ООН для продвижения консолидирующей повестки, укрепления продовольственной безопасности и противодействия односторонним принудительным мерам. Также на правах председателя ОДКБ Минск намерен укреплять голос региональной организации в ООН. Проведет глава белорусского МИДа и ряд двусторонних встреч с коллегами из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Ожидается, что многие государства поднимут вопрос о реформировании ООН. Ее будущее ключевые игроки видят по-разному. В частности, Байден предложит расширить совбез, включив туда союзников Вашингтона, чтобы ослабить влияние Китая и России, сообщает западная пресса. В Москве и вовсе заявили, готовы выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН, поскольку он действует не по уставу, а исключительно в интересах Запада. Новости из параллельной реальности. Беглые нашли новый способ выкачивать деньги из западных спонсоров под создание альтернативного белорусского паспорта. Некого документа, который давал бы право легально находиться за рубежом и признавался бы иностранными государствами. Безумная финансовая идея пришла в головы организаторов беспорядков и попытки госпереворота 2020 года после того, как Беларусь изменила порядок выдачи паспортов гражданам, которые живут за рубежом. Теперь, чтобы получить или обменять документ, нужно приехать на родину. Беглые призывают никому в Беларусь не ехать, в том числе и тем, кто живет за границей десятки лет. Взамен этого предъявили в соцсетях прототип некого документа, на который уже начали собирать деньги. Якобы, чтобы купить подходящую бумагу. А сами обивают пороги европейских институций с просьбой признать напечатанную на принтере открытку удостоверением личности. Практика опасная. Признав незаконный документ, еврочиновники могут открыть ящик Пандоры. Прецедент, когда бумажку, выданную сборищем политических авантюристов, будут считать паспортом со всеми вытекающими из этого последствиями, может серьезно подорвать имидж европейских политиков. Не говоря о проблемах другого рода. Например, как поступит банк, если за кредитом явится человек с такой филькиной грамотой, которую он может в любой момент порвать или выбросить? Ответ очевиден. По примеру МТЗ, Беларусь намерена реализовать в Краснодарском крае ряд крупных проектов промышленной кооперации. Сегодня в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству. Обсудили новые направления. В российском регионе будут собирать комбайны, лифты и автомобили МАЗ. Подобная стратегия хорошо себя показала с тракторами «Беларусь». Взаимодействие в конце прошлого года пережило апгрейд. Разработана дорожная карта на 2023-2024 годы. Важный аспект именно промышленная кооперация. Также предусмотрены поставки коммунальной и пассажирской, социальной и строительной техники. Практически в каждом магазине региона присутствует белорусская продукция пищевой индустрии нашей. Начиная с сельхозпродукцией, заканчивая кондитерскими изделиями. Ну и кроме того, конечно, очень развитая сеть фирменных магазинов легкой промышленности и товаров других, например, пинздрев. 2022 год вообще беспрецедентный. Рост 52%. То есть больше, чем наполовину. Это серьезные показатели. Мы превысили в рублевом эквиваленте 40 миллиардов рублей. Хорошую динамику показываем. Да, она где-то в районе 3%, но это по первому полугодию. Взаимный товарооборот – это сельскохозяйственная продукция. И все, что связано с сельхозмашиностроением, оно выходит как раз на вторую половину. Из Краснодарского края в Беларусь планируется поставлять фрукты, соки, некоторые виды овощей, рис, а также индустриальные товары. Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Краснодарского края завершилось подписанием соглашения. Минск и Сочи стали побратимами. Активизацию сотрудничества обсуждали и в правительстве. На встрече премьер-министра нашей страны и губернатора Краснодарского края. Этот регион в топ-7 по объемам белорусского экспорта. С начала года товарооборот нарастили почти на четверть. Это показательный пример. Дополнительный импульс придаст и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Работы в полях продолжаются. В сфере уборки на смену зерновым пришел картофель. Несмотря на капризы погоды, в Витебской области на одном из крупнейших сельхозпредприятий страны урожайших свыше 400 центнеров с гектара. И ставку здесь делают не только на овощи, но и на фрукты. В хранилище заложили и первые тонны яблок. Олег Шапель провожает, который по осени считает. Зерновые убраны, но в полях подтолоченном снова комбайны. Картофельные. Здесь любимым овощем занимают больше всего в регионе площадей. 1100 гектаров. Потому и уборочная длится почти два месяца. При таких объемах один комбайнер в поле не воин. У каждого есть помощник, который на ходу убирает с ленты камни и ботву. А сам механизатор только и успевает, что следит и за главной техникой, и за сложным прицепным оборудованием. Труд тяжелый, но потом круглый год на столе любимые блюда. Здесь скорость, конечно, поменьше. Не то, что на зерновым. Сколько? Шесть километров. На зерновым можно до десяти. Зернового сняли, на бульбиной посадили, как бы без разницы. Работать там надо и здесь, как бы. То же самое. Одна работа. Картошку любите? Жарно. Уборочная на картофельных полях началась в середине августа. И пока в земле остается около трети урожая. Но уже сейчас здесь уверенно могут сказать. Зиму встретим с полными хранилищами. Погода, конечно, заставила летом понервничать. Но клубни по осени считают. 17-18. В итоге с одного куста 20. И это не рекорд. Уборка самого плодовитого картофеля впереди. Когда с гектара получают свыше 500 центнеров. Но работать на успех здесь начинают за год до сбора урожая. На одном и том же поле сеют картофель раз в пять лет. Картофель у нас в проритете. Поэтому я каждый день по несколько раз его объезжаю, смотрю, где, какие вопросы. Надо ли кормить его, надо ли его обработку дополнительную делать. То есть все время мы на поле. Иначе по-другому нельзя. Несколько лет назад здесь начали эксперимент с выращиванием картофеля, подходящего для производства фри. Теперь под него отводят почти половину площадей. А больше года назад заработал и цех для выпуска полуфабрикатов. Спрос такой, что работают даже в выходные. И долю картофеля фри будут и дальше увеличивать. Покупатель голосует рублем за готовый полуфабрикат. Чтобы было где хранить необходимые сорта клубней, начали большую стройку. Уже идут земляные работы. Здесь появится еще одно современное хранилище. Для сырья нужен особый микроклимат. Надо его хранить с температурой 8-10 градусов в этих пределах. При понижении температуры есть расщепление крахмала и превращение ее в сахара. И тогда картофель фри, соломка становится коричневой. Кипит работа под толоченным и на фруктовых полях. Здесь под яблони отведено свыше 300 гектаров. Десятки сортов от ранних, которые уже поступили в магазины, до поздних. Их увидим на прилавках весной. После сортировки в хранилище заложили первые тонны урожая этого года. Помощь студенты Полоцкого и Витебского университетов. Не сильно сложно, интересно. Рассказывают нам много всего про сорта яблок, как их собирать правильно, сортировать по разным товарным сортам. В общем, пока интересно. Да и поработать всегда полезно. Работы много. Почти весь урожай еще на деревьях. Собрать планируют почти 4000 тонн яблок. Большая часть пойдет на длительное хранение, чтобы как можно дольше в холодный период белорусов радовали отечественные фрукты. С овощами этот вопрос решен уже давно. Картофель в продаже по доступной цене круглый год. Олег Шапель, Олег Варенов. Наши новости. 14 вопросов рассмотрят депутаты на очередной 10-й сессии. Новый законотворческий сезон стартует в Палате представителей уже завтра. К первому чтению подготовлены законопроекты о нотариате и нотариальном деле, дорожном движении, закупках товаров и ряд других. А вот документ о единой системе учета правонарушений, об изменении их законодательства, об охране здоровья и о социальной защите в повестке второго чтения. В целом эта сессия для народных избранников пройдет в непривычном ключе. Обновлена законодательная база, касающаяся работы парламентариев в соответствии с обновленной конституцией. Вторая особенность в соответствии с этой обновленной базой. Сессия закончит свою работу 28 июня 2024 года. Буквально в середине ее работы пройдет избирательный процесс. Будет обновлен корпус депутатской Палаты представителей. Это накладывает определенные обязательства на действующий депутатский корпус. То есть мы должны не просто выполнить план законодательной деятельности, но еще и сделать задел для наших коллег в обновленном парламенте. Для того, чтобы они могли плавно и эффективно влиться в работу. Сейчас в парламенте 10 законопроектов, которые по мере готовности внесут на рассмотрение. Соответственно, повестка 10-й сессии будет дополняться. О важных подарках к важной дате. Накануне Дня народного единства в Пинском районе открыли три обновленных фельдшерско-акушерских пункта. В зоне обслуживания каждого сотни человек. После открытия, шутят медики, очереди стали больше. Ведь все приходят не только на прием, но и чтобы оценить комфортные условия. Навести порядок в медицине и особое внимание уделить помощи на селе. Такое было поручение президента. В Пинском районе его исполняли толокой. София Бережная выехала на место и проверила, как налажена забота о здоровье в отдалении от города. Почти 40 лет Алла Гузаревич лечит жителей агрогородка Новый двор. Пациентов много, более 600. И к ним, говорит заведующая ФАПом, в любую погоду спешит с радостью. Правда, в последние пару дней прием ведет в более комфортных условиях. И по новому адресу ФАП переехал. Красивый, уютный, просторный. Поменялось очень много всего. У нас появилось центральное отопление. У нас появился современный санузел, которого у нас не было на старом ФАПе. И там печки мы топили. У нас появилась новая мебель. Аппарат измерения внутриглазного давления. Портативный кардиограф. Старый ФАП был на окраине агрогородка Новый в самом центре. Расположился в здании Дома культуры. Оценить кабинеты и условия в них хотят все, шутит Алла Гузаревич. Потому и пациентов стало в разы больше. За день до 30 человек. Здесь в центре люди идут, например, и в магазины, и на почту. Не надо уже идти куда-то в сторону. И ремонт такой хороший. Все светленько, чистенько здесь. Настолько все чисто, аккуратно. Кругом плитка, большие окна, светло. И я думаю, что и нашему фельдшеру удобнее здесь работать. Она у нас очень толковый фельдшер. Новые помещения для ФАПов появились и в деревнях Кашевича и Чухова. И здесь тоже очередь из пациентов. Перемены нравятся, обсуждают обновления даже по пути в кабинет. Есть чем сравнить. Все было, как у соседей из нового двора. И удобство на улице, и отопление печное. Центрального водоснабжения тоже не было. И вода будет, и теплая, и холодная. Все, и меда в ней есть положить. Помещение, вы видите, какое больше. Конечно, хорошо. Сделали красоту, нам удобно. Заведующая этим ФАПом в старом здании отработала 30 лет. Под ее опекой 770 жителей. От мала до велика. Словия созданы. И все. Ну, сегодня было уже 17 человек до обеда. У нас двое деток маленьких было. Приглашали сегодня нас, смотрели. Появилось у нас новое оборудование. Было выделено соответствующее финансирование. И темпы работ увеличились в разы. И в основном все работы проводились в течение этих летних месяцев. Миллион триста на сельские учреждения. Часть суммы, более 700 тысяч, уже освоена на фельдшко-акушерские пункты. В Пинском районе 39 ФАПов. Большинство из них строили в 40-х годах. 10. Сейчас ремонтируют. Остальные уже привели в порядок. Работы проведено много. Меняли инженерные коммуникации, кровлю. Обновили мебель и оборудование. В Брестской области проведена ревизия состояния лечебных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь сельскому населению. По результатам данной ревизии составлен план. Выделено финансирование. Брестским областмолкомом выделено более 10 миллионов белорусских рублей. Уже приведено в соответствие 136 фельдшерско-акушерских пунктов. 41 амбулатория врача общей практики. А еще участковые и больницы сестринского ухода. Все медучреждения области будут приведены в порядок до конца года. Что касается ФАПов, то на всей Брещене их более 340. Еще 10 мобильных. 4 передвижных медкомплекса для области уже закуплено в этом году. София Бережная, Кирилл Липовик. Наш Новости. Брест. Самая жуткая авария в истории современной Беларуси. В Минском областном суде вынесли приговор обвиняемому в гибели пассажиров и водителя маршрутки под Смолевичами. ДТП случилось в феврале. По материалам дела водитель МАЗа, зная о технической неисправности своего самосвала, перевозил груз по дороге Смолевичи-Шацк. На 9-м километре дороги потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси. Жертвами стали 13 человек, в том числе несовершеннолетние. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы. Такой срок запрашивал гособвинитель. Также ему запрещено управлять транспортным средством 5 лет. Вину признал полностью. Ранее, в последнем слове, попросил прощения у родных. Приговором Минского областного суда водитель филиала автомобильный парк номер 20 ОАО Миноблавтотранс Гриненко с учетом представленных стороной обвинения доказательств, признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшим по неосторожности смерть 13 лиц и причинение тяжких телесных повреждений 7 лицам. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, иных обстоятельств дела, отбывание основного наказания, лишение свободы обвиняемому назначено в исправительной колонии в условиях общего режима. Потерпевшими по этому делу признано 34 человека. Общая сумма исков о возмещении морального вреда более 2 миллионов рублей. Их рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован. Время слышать. Законодательная власть оказывает помощь нуждающимся. Сегодня в одном из медцентров Минска при участии Совета Республики пенсионерки установили дорогой слуховой аппарат. Такой для меня день очень. Второй раз день. Да. 82-летняя Минчанка страдала от тугоухости 3 года. Полгода назад микроинсульт усугубил проблему. Итог – инвалидность второй степени и невозможность слышать привычные звуки, вроде проезжающих машин. Больше всего пенсионерка переживала из-за невозможности общаться с родными. Они и обратились на телефонную линию к сенатору, который к помощи привлек крупную компанию. Второй шанс прожить жизнь полноценно, в ярких красках, звуках. И, ну, это большое счастье. Так тяжело. Даже если на приеме у врача врач мне говорит что-то, я не слышу. Просто радость слышит. Как радость жить. Приятно, что человеку можно помочь в жизни в очень конкретном решении в ее жизненной ситуации. Одна из основной работы членов Совета Республики – это встреча с гражданами, прием граждан и помощь. Два-три раза в месяц я провожу приемы граждан, прямые телефонные линии и обращения, в общем-то, масса. По разного рода вопросам. Оперативно сработал и медцентр. С момента обследования до установки прошло пять дней. Аппарат стоимостью более двух тысяч долларов. Валентина Будай призналась первым делом поговорить с внуками. Посильная помощь и желание хотя бы на время подарить счастливое и безопасное детство. Около часа назад на Минском железнодорожном вокзале встречали очередную группу детей Донбасса, которые прибыли в нашу страну на оздоровление и реабилитацию. Это ребята из зон боевых действий при фронтовых разрушенных городов Луганской Республики. Они росли под грохотом снарядов и свистом пули, и, как никто, понимают ценность мирной жизни и чистого неба. Поэтому эта поездка для них особый подарок. Его с нетерпением ждали 48 детей. С ними в Беларусь приехала и семья с маленьким ребенком, который нуждается в медицинской реабилитации. В Минске по доброй традиции гостей встречают студенты-волонтеры и активисты благотворительного фонда Алексея Талая. Он организует отдых и реабилитацию по поручению президента при поддержке госсекретаря союзного государства. Все уже немножко надоело, вот эти вот обстрелы, вот это вот все. И хочется отдохнуть от этого всего, отвлечься, пообщаться с людьми, вот как-то разрядить обстановку. Я ждала очень долго эту поездку, хотела увидеть, наконец, Минск. Но я была не впервые здесь, но была очень давно. И хотела бы еще раз увидеть, что здесь. И обещают, что будет очень круто. Это первая группа, и будут последующие. В том числе дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями приедут на реабилитацию в наши самые передовые здравницы и реабилитационные центры. Сами дети пишут нам в телеграм-каналах слова благодарности. Пишут о том, что они никогда не забудут поддержку белорусского братского народа. Ночью детей Донбасса встретят Новополоск. Там они будут жить три недели, скучать некогда. Готовлены экскурсионная, спортивная и развлекательная программа. Призвание или профессия? Учителя года выбирают в Минске. Республиканский конкурс проходит уже в 12-й раз. До финального этапа дошли 56 лучших педагогов со всей страны. В суперфинале окажется только 8 человек. Сегодня было первое испытание. С каждым разом задание все сложнее, а волнение больше. Дарья не щадим. Встретилась с теми, для кого приз не главный. Настоящие профессионалы, влюбленные в свое дело. Они точно знают, как заинтересовать любого ребенка. Своим примером показывают, что такое воля к победе и дело всей жизни. Инна Дробышева из Иваново преподает русский язык и литературу. Борется за звание лучшего учителя второй раз. Три года назад дошла до областного этапа. Оказаться в финале уже победа. Я в профессии 28 лет. Если бы можно было повернуть время назад, я бы ничего не поменяла. Я все так же пришла бы в школу. Потому что я считаю, что это моя миссия, это мое предназначение свыше. У учителя очень много бонусов по сравнению с другими профессиями. Он общается с поколением, которое идет вперед. Для филолога современного нейросеть является соперницей. Вот я бы хотела, чтобы мы на уроке попробовали сделать ее своей союзницей. И пусть говорят, что учитель – женская профессия. Среди конкурсантов 14 мужчин. Биолог из Могилева Александр Афанасенко признается, не хватало опыта и смелости. Поэтому решился на конкурс только в этом году. В профессии 16 лет. Любовь к делу привила первый учитель. В образовании свой подход. Воспитание толерантности. Я большое внимание уделяю этому. После занятий мы с ребятами ходим в специальную школу, где учатся дети с особенностями психофизического развития. Самый важный, самый главный этап конкурса, на мой взгляд, это урок незнакомому классу. Потому что урок для учителя – это все. Харизмы, конечно, чем еще брать. Ну и, конечно, новой методикой, наверное, для многих. Эйдетика, развитие памяти через воображение. Борьба честная и напряженная. Финал стартовал в педуниверситете имени танка. Представили творческие визитки. Пели, танцевали, читали стихи. Впереди мастер-классы, публичные выступления, конспекты урока и занятия в незнакомом классе. Состязания в новом формате. Восемь предметных номинаций и обновленный состав жюри. Любой конкурсант должен понимать, что он заявляется и как учитель, знающий свой предмет профессионально, но он заявляется как коммуникатор. Это человек, который может великолепно общаться с детьми. А значит, его искренность, его открытость, его умение убеждать, его умение разговаривать с определенной возрастной категорией тоже будет учитываться. Что до молодых наставников, те тоже не расслабляются. Победители фестиваля «Педагогический дебют» выберут параллельно. Это учителя до 31 года, профессиональный стаж которых не больше 5 лет. Интерес, популярность конкурса растет. Растет уровень профессионализма и мастерства участников. Это такой баланс и по категорийному уровню. То есть, это присутствует достаточно большое количество с высшей категорией. Есть учителя-методисты, так и по стажу профессиональному. Лучшего учителя страны назовут уже на следующей неделе, 28 сентября. И хотя многие признаются, что большой приз для них не главное, новому автомобилю явно будут рады. Особенно те, кто живет и работает в сельской местности. Дарья Ищадим, Родион Кабанович, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ. 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 И в начале второй половины недели атмосферными процессами станет управлять область высокого атмосферного давления. При переменной облачности дожди маловероятны. Ветер южный четверти умеренный. В разгар дня 21-27. И у меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде не только вы можете найти в нашем телеграм-канале. Рябов ответит. Подписывайтесь.